Поэтому у нас никаких секретов от вас нет. Мы готовы выслушать все ваши предложения, но в то же самое время хочу сразу отметить, что некоторые из них, к сожалению, являются невыполнимыми, насколько меня проинформировали. Поэтому сейчас мы давайте разберемся с вами, что мы можем делать, что не можем. Первое, что все отметим, футбол в городе должен быть. Должен быть на том уровне, на котором он был. Чтобы не просто существовали на бумаге, что есть команда, как и в некоторых других районах. А нам нужна команда, которая должна по своим результатам находиться среди лидеров. Мы можем сейчас загадывать, будет это первое место, второе или третье, но точно она должна быть в топе. То есть это мое понимание. Я думаю, вы с этим согласитесь. Сейчас два года, как бренд «Олимпия свободы». Он никаких не имеет... Нет, если по закону, причем тут претензии к Киселеву, Коль. Если делали запросы, я забыл, как это агентство называется. А теперь. А теперь, так? А что нам дает? Объясните мне. Что нам дает? Сегодня общественная организация вообще называется «Бельчанка». Насколько я знаю, у кого есть документы общественной организации. А что нам дает в сути вопроса? Это «Заря», это «Олимпия», это «ФК Бельца». Что мы от этого проигрываем или выиграем? Все, ребят, говорят, история есть. Нагер, что можно, у нас есть маленькие подарочки для вас. Я думаю, что мы очень дискутируем. Это наши одни из первых шарфов. Мы называем «Расс Росер», да? Которые связывают историю к самой команде, да? Когда начинали все. И почему мы хотим вообще встретить по поводу нашей «Олимпии». Ну, это наша история, которая, допустим, «ФК Бельца», да? Но мы не какие-то гладианы, чтобы нас связывали, как «ФК Гладианы». Мы более серьезные типы. И у нас есть... А теперь название «Праздник»? И у нас есть... Это вам на память. И у нас есть... Да, просто «Грязная чернила». Мы не подумаем, что она грязная. Мы только и сделали. Это еще, когда наша тоже история «ФКБУ Ультрас» и следует типом, да, «Лима Европы». Вот это... Оно чистое и для Михаила Николаевича, у нас уже еще один подарочек. Спасибо. Более член. Спасибо. Ребята, значит, окей, смотрите. Вот вы все связаны с футболом всю свою сознательную жизнь. Кто-то больше лет, кто-то меньше лет. Я хочу слышать вашу молодежь, высказал свое предложение касаемо «Лимпии», да? Согласно тому, что я вижу, как бы, название сегодня свободно. как бы «Олимпия». Вы все хотите «Олимпию»? Или давайте будем нажимать «Мудрика» и возвращаем в «Зарю». Или рассматриваться название нашего города. Я не согласен с позицией, что мы какие-то гладяны. Слушай, клуб название города, а не название собаки возле «Премарей». Понимаешь? Какая-то, сколько Барселона получается. А? Какая-то, сколько Барселона, «Каром» тоже получается колхозное название. Ну да, как бы, понимаешь, то есть название города – это не самое страшное. Я когда говорил в соцсетях, негатив, что это название… Если бы мы взяли название соседнего города, я бы понял. А так название нашего города… Ренат Георгиевич, да. Изначально был клуб создан, он как-то бельцев, он назывался «Зарю». Да. Когда перестойка в США, перестойка же переименовали уже более на «Молдавский» лад, да? И не затрунулся. Да. И назвали «Олимпик». Да. А потом уже вернулись в город, уже… Ну, проблем… Да, была проблема с «Олимпик», потому что Зелёв хотел за… Ребят, давайте по… Хотел за бренд какую-то сумму денег. Это известно, всё. То есть, отошли от этого, всё. Вы как бы взяли опять возродили… Возродили… Изначально. Я возродил то, что предложили вы тогда, когда это было предложение тоже от «Молдавского» назвать. Если сейчас… Нет возможности… И речь не идёт о том, чтобы любыми путями, то есть рассчитаться с мудриком, с бельстым там и оставить «Зарю». Не, меня другое задело, что они говорят, «Ты нам отдай то, что ты нам не должен, ты нам отдай затехи». И тогда мы отдадим. И говорят, слушай, вы чё, мне даёте команду? Вы возвращаете команду городу. И за столько лет надо иметь какую-то совесть, когда все заработали, все свои получили, а потом начинается старая песня. Я перебью, значит, что вы понимали, никаких долгов, насколько мне объяснили юристы, перед этими людьми нет. Это всё сделано под какими-то печатями, что вы понимаете. Вопрос в самом факте, что сегодня. Давайте вместе. Есть ещё одно предложение. Естественно, лучше бы всего для нас сегодня было, это если найти какое-то мирное разрешение вопроса с тем же мудриком и компанией. И очень плохо, что не пригласили сегодня его сюда, потому что, чтобы вы задавали вопросы, потому что сегодня вы понимаете, там не просят деньги как за завод, но просят деньги, которые как бы я не должен. Мне не нравится, как ставится вопрос. Хочешь жить спокойно, ты нам отдай, мы там городу вернём. Ну, тут вопрос даже не сумма принципа. Знаешь, что значит ты должен? Если бы я должен был, я бы отдал. Понимаете, вопрос, что из-за их внутренних каких-то там разногласий и так далее, хочешь иметь команду в городе, возьми с нами, рассчитайся здесь. Может, встретимся с ним, потому что, да, команда, во-первых, с этим названием, она, скажем так, возродилась, с 15-го года активно участвовала, да, были моменты и похуже, но ничего не менять, и у нас автоматически не будет никаких разногласий касаемо... Есть проблема, которую они подали всё в УЕФА, но там проблема. Она всё сегодня, она уставка УЕФА, но даже не в Молдавии решается. То, что они нам говорят, что вот они нам... вы нам отдадите, а потом мы вам вернём. А где гарантия того, что завтра не придёт ещё кто-то за долгами? Мы же не знаем всю сумму долгов. Как создавалось название «Олимпия»? И если я вам сейчас расскажу, будет смешно. Когда-то работал Балам Михаил Бёвич, специалист «Корпинкета». И я, когда я пришёл в футбол, я заинтересовался, почему именно «Олимпия»? Потому что у нас нет уже, у нас не Греция. И сказали, что он просто был на Олимпийских играх Греции, ему очень там понравилось. И поэтому он назвал эту команду «Олимпия». Но если разобраться, то «Олимпия» никакого отношения к нашему городу нет. И ещё, Валера, именно тебе говорю, когда «Заря» была, появилось название, «Балевич»-то тоже был «Корпинкета». Но потом «Заря» стала играть хорошо, вышли в Еврокубок, и «Заря» стала брендом. А если «Енис Бёрч» сейчас создаст футбольный клуб «Беллс», это продукт «Лучшие цари», и вы забудете про «Зарю» и про «Олимпию». И скажешь, что «Молодец» у нас, говорите, что вы создали. Спасибо вам. Это будет моя открытая просьба к «Бельским экономическим агентам». Давайте реально говорить. Потому что я понимаю, что всем было очень здорово, когда привыкли, что «Баскетбол» – это «Ренат Тусатый», «Футбол» – это «Ренат Тусатый», «Болоситанцы» тоже я и так далее. Но сегодня есть люди в городе, для которых не проблема. Для одного экономического агента это же городская команда, это же не команда нашей партии и так далее. Это люди, которые должны иметь доступ и смотреть, как тратятся деньги, должны иметь доступ к финансовой документации и так далее. И тут у меня будет просьба и к вам, потому что я и буду просить и на встречах, и могу сделать открытое обращение на БТВ прийти для этого. Но вот здесь нужны вы, потому что вы поймите, чем больше будет денег в клубе, это ни для кого не новость, тем больше можно будет говорить о серьезных результатах. Ну, можно же просто существовать, можно просто играть, можно всегда побеждать. И вы понимаете, что это упирается только в деньги. То есть это не упирается, да, бывает, фарт и так далее. Но тут какой есть бюджет на игроков, такие результаты мы как бы и видим. И тут надо будет серьезно включаться, потому что вы понимаете, что сегодня все-таки город Бельцы второй город в стране. И есть сегодня, поверьте, тех 100 экономических агентов, 100, и кто-то может 8 тысяч рублей в месяц, а поверьте, есть такие экономические агенты, которые могут 50 тысяч рублей в месяц перечислять. Я же не знаю, чтобы они перечисляли мне там или на премьерию, понимаете? То есть на, ну, более двух. Вся информация о этих компаниях должна висеть на сайте, что вот эта компания дает столько-то, этот дает столько-то. И тут нужно будет тоже ваше участие, не только в названии. Мне не нужна команда Рената Усатова. Я хочу здоровую команду, которая останется в истории скоро-то навсегда, как команда, которая реально достигает каких-то результатов. Я буду двигаться, значит, все по названию как бы решили, и в ближайшее время, как будет понятна ситуация, до пятницы будет понятно, мы обязательно вас оповесим. Самое главное помните, никто против вас не идет, но это должен идти сам против себя, я же не идиот. Поэтому есть мнение по олимпии. Хотите ли, значит, будем пробовать, чтобы это было олимпи. Не дай Бог не помысл, тогда извините, но пойдем так, как мы можем, чтобы не потерять бот. Вот еще.